День первокурсника День первокурсник с ребята собрали аншлаг и впечатлили зрителей своей хореографией и театральными способностями. Первокурсники начали репетиции в начале сентября и сейчас показали отточенные до блеска номера. Первыми выступили студенты химического института имени Александра Михайловича Бутлерова. В основу программы выступления легла идея того, как электричество тесно связано с нашей жизнью. И в дополнение к этому химики добавили философский подтекст в номера. Творческие коллективы провели параллель между любовной историей девушки с молодым человеком и электрическим напряжением. Каждая сюжетная сцена была связана с физическими законами и ребята из института химии мастерски завуалировали любовь и электрическое напряжение. Театральный коллектив накануне с названием, состоящим из химических элементов, исполнил пантомиму, где актеры смогли передать ток между возлюбленной парой. Одноимённо заряженные тела отталкиваются, а разноимённо заряженные притягиваются. В процессе перемещения зарядов электрическое поле в проводнике исчезает. Вторыми в очереди на сцену вышли студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Они решили сделать за главной темой космос. Сюжет их истории завязывается на борту космического корабля, где главным героям предстояло столкнуться с приключениями, ведь их главная цель – добраться до Марса. В декорации были включены мультимедийные проекции, а костюмы пестрили блёстками. Помимо сцены и работы на ней выступающих, за кулисами активно участвовали в процессе администраторы коллективов. Они моментально дорабатывали костюмы и помогали выступающим переодеться или, например, держали воду на готове, поскольку в зале было жарко. Вокальный ансамбль «Эйфория» исполнил песню «Прощай, земля». А театральный коллектив «Слово» отыграл этюд, в котором произошло настоящее сражение инопланетян с людьми. А теперь можно я доем свой тортик? Возможно, свой последний тортик. И чем же ты ему так насолил? Я выиграл его в карты. Напомним, что фестиваль «День первокурсника» проводится в Большом зале КСК КФУ «Уникс» каждый день до 13 октября. Начало в 17.30. А для тех, кто не смог посетить концерт «Дживую», специально ведется прямая трансляция. Ее запись можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте «Универ ТВ». На третий день, 5 октября, выступит Институт математики и механики, а также Институт фундаментальной медицины и биологии. Валерия Карташова, Универньюз.